Аллах Субханава Тааля создал человека таким образом, что он всегда ищет себе спутника, он всегда ищет общение, и он всегда старается быть в обществе. У вас заболел брат. Взять 2-3 яблока или апельсина и навестить его — это аджир. Давайте вспомним последний раз, когда мы кого-либо навещали. Недавно один брат, которого давно не видел, он мне отправляет голосовое сообщение и говорит, я просто всего лишь хочу дать салам, и все, не больше. Просто поприветствовать. Я не хочу от тебя ни одно, ни третье, ни всех, клянусь Аллахом. Я этому сообщению радовался так, как никогда никакому сообщению не радовался. Я во время худбы замечаю, многие сидите в телефонах, пишите смс, отвечаете на смс, не теряйте вашу награду за худбу. Этот телефон, он забирает все ваше время, которое у вас есть. Вы оставили всю свою работу, все свои деяния, пришли на джума, чтобы получить награду, и он забирает у вас эту награду. Неужели мы настолько стали слабы, что не в состоянии удержать себя от этого? Мы пришли для того, чтобы услышать назидание, но не для того, чтобы мы просто пришли и все свое время потратили на этот бесполезный, бестолковый телефон, который украл у нас все. Что мы творим? Что мы делаем? Обойтесь Аллаха, не дайте шайтану возможности украть у вас последний шанс Аджра. Ведь он уже зашел в каждый дом и в каждому душу, и крадет у него его время, его Айбаду, его Аджр. Все он крадет у него, и мы как слепые не видим этого. Верующие дружат только с теми, кто является верующим. А когда они встречают неверующего, сердца их не тянут друг к другу, их души не тянутся друг к другу, и они расходятся. Я прошу Аллаха, чтобы Он дал нам друзей праведных, умертвил и воскресил с ними. Кого же Он ведет заблуждение, то не найдете ему наставителя. Мире благословения последнему пророку и посланнику, Мухаммаду, салли Аллаху алейхи вассалям, и всем тем, кто последовали за ним до судного дня. О, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха, субханаху ата'аля, должным образом, и не покидайте этот мир, иначе как будучи мусульманами. О, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правдивое слово. Аллах исправит ваше положение и простит вам ваши грехи. Поистине тот, кто повинуется Аллаху и его посланнику, преуспеет огромным преуспеянием. О, те, которые уверовали. Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, создал человека и вложил в него свойства любящее общество, нежелающее и нелюбящее одиночество. Аллах, субханаху ата'аля, создал человека таким образом, что он всегда ищет себе спутника. Он всегда ищет общение и он всегда старается быть в обществе. Ведь это заложено Аллахом, субханаху ата'аля, в него. Человек создан именно с этим качеством. Человек не любит одиночество. А если даже кто-то любит и одиночество, то он любит его на время всего лишь. Но не постоянно. Потому что это фитра человека. Это свойство человека. Аллах, субханаху ата'аля, зная об этом свойстве человека, Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, повелел верующим быть в обществе и выбирать это общество. А выбирать его правильно. А именно вести дружбу, дружить, общаться только с праведниками, только с праведными людьми, которые человека побуждают к поминанию Аллаха и напоминают ему о том, чтобы он не ослушался Аллаха. Аллах, субханаху ата'аля, Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, говорит, обращаясь к Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, будь с теми, которые взывают к своему Господу днем и ночью, желая тем самым лик своего Господа. И не будь же с теми, и не отворачивайся же от них, Аллах говорит, тем самым желая блага мирской жизни. Не повинуйся им, с тем, которые ослушались Аллаха, субханаху ата'аля, и не повинуйся тем, чьи сердца мы отвернули от нашего поминания, либо же от поминания нас. И они последовали за своими страстями, и их деяния были тщетными. Вот те, которые уверовали. Аллах, субханаху ата'аля, повелевает пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он всегда находился рядом с праведными, с правдивыми и с праведниками. Аллах, субханаху ата'аля, говорит, будь с теми, кто желает лик Аллаха, взывает к Нему днем и вечером. И Аллах, субханаху ата'аля, говорит, не будь с теми, которые отвернулись от поминания Аллаха, субханаху ата'аля, и ты последовал за ними, либо же дружишь с ними только потому, что ты желаешь мирскую жизнь и ее услад. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе, который передает Абу Хурейра, радия Аллаху аань, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, души верующих подобно воинам. Если они находят себе подобных, то они объединяются. Если же они находят тех, кому они не склоняются, либо тех, кто им не нравится, то они расходятся. Хаттаби, рахима Аллах, относительно этого аята сказал, здесь подразумевается. Верующие дружат только с теми, кто является верующим. Они проводят с ними время только ради Аллаха, потому что они напоминают друг другу о Аллахе субханаху ата'аля. А когда они встречают лицемера или когда же они встречают неверующего, то сердца их не тянет друг к другу, их души не тянутся друг к другу и они расходятся. Это говорит о том, что люди начинают объединяются, создают круги друзей и эти круги их объединяют различные интересы. Кого-то объединяет бизнес, кого-то работа, кого-то идея и тому подобное. И лучшее из этих объединений, самое прочное, когда они объединяются ради Аллаха субханаху ва та'аля. Каким образом? Потому что они вместе ходят в мечеть, потому что они вместе в джамат читают намаз, потому что они вместе посещают круги Корана, потому что они вместе посещают круги требования знаний. Они любят друг друга ради Аллаха, и когда они встречаются, их сердца радуют, радуются, потому что они встретили себе подобных. Когда же человек встречает человека не себе подобного, то он отворачивается от него. И поэтому мы ровно таковы, мы по-настоящему ровно таковы, какие наши друзья, с кем мы проводим наше время. Невозможно и не может быть противоречить закону Аллаха, природе Аллаха, чтобы человек сдружил с тем, с кем ему противно дружить. Он дружит с ним только потому, что он ровно сам является таковым. И поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ассалям, в хадисе говорит, который передает Абу Хурейра, однажды один из верующих направился в соседнее селение навестить своего друга, брата по вере. И вот когда он собрался, Всевышний Аллах отправил к нему по пути ангела в виде в образе человека. И этот человек спрашивает, куда ты направляешься? Он говорит, я направляюсь в соседнее селение навестить моего брата. В некоторых версиях говорится, он был болен. Тогда этот ангел в образе человека спрашивает, ты, наверное, что-то желаешь получить от него, из его имущества, попросить какую-то выгоду? Он говорит, нет, я его навещаю, потому что я люблю его ради Аллаха. Тогда этот человек отвечает, ангел в образе человека, говорит, я послан Аллахом к тебе, чтобы сообщить тебе, что Аллах полюбил тебя за то, что ты полюбил его ради Аллаха. Вот она, вот результат дружбы, любви ради Аллаха субханаху ва тя'але. Это заработать любовь Аллаха субханаху ва тя'але. Без сомнения, человек, общаясь в обществе, он иногда страдает от людей. Иногда он может встретить даже в мечети людей, которые он страдает от их языков, он страдает от их поступков, он страдает от их поступков. Но посланник Аллаха в хадисе говорит, тот, который общается с людьми, находится, живет среди людей и страдает либо же терпит их зло к нему, имеется ввиду, кто-то обидит словом, кто-то поступком и делом и проявляет терпение, он лучше, чем тот, который живет в одиночестве и не страдает и не терпит зло людей. Таким образом, данный хадис указывает на то, что фильтра человека, природа человека, желание быть его в обществе, она неизменна. Но когда человек выбирает это общество, порой он будет страдать от него. Но он будет страдать только тогда, когда он выберет общество по интересам, тогда он обязательно от этого интереса пострадает. Но если он выберет дружбу, круг общения верующих, с которыми будет встречаться только для того, чтобы поминать Аллаха, говорить об Аллахе, собираться и расходиться для этого, то обязательно он увидит благо. Посланник Аллаха салли Аллаху алейхи ассалям, хадиси, которые передает Муаз ибн Джаббль радия Аллаху ань, вот те, которые уверовали. Я во время хутбы замечаю, многие сидите в телефонах, пишите смс, отвечаете на смс, не теряйте вашу награду за хутбу. Ведь во время джума человек получает награду за прослушивание хутбы и за намаз. Это касается мужчин и женщин. этот телефон он забирает все ваше время, которое у вас есть. Даже которое лично принадлежит вам и вашей семье, он все равно забирает у вас это время. Так не дайте же забрать ему вашу награду, когда вы пришли оставили всю свою работу, все свои деяния. Пришли на джума, чтобы получить награду и он забирает у вас эту награду. Неужели мы настолько стали слабы, что не в состоянии удержать себя от этого? Постоянно напоминаем перед худбой об этом, но часто замечаю и меня это отвлекает. У кого-то телефон звонит, кто-то переписывается, кто-то разговаривает. Вы теряете свою награду. И очень часто я слышу, что это происходит также у женщин. вы пришли на джума не для того, чтобы просто у вас была галочка, что вы на джума. Вы пришли для того, чтобы растопить свои сердца, которые успели очерстветь за целую неделю. мы пришли для того, чтобы услышать назидание слова Аллаха, слова посланника Аллаха салли Аллаху салли салли но не для того, чтобы мы просто пришли и все свое время потратили на этот бесполезный, бестолковый телефон, который украл у нас все. Воспитание наших детей украл у нас общение с нашими родителями, с нашими семьями, женами. И мы еще тратим свое время на то, чтобы мы отвечали на сообщение, для того, чтобы мы общались, переговаривались друг с другом и во время поклонения, во время худбы. А это аибада, слушать это аибада. Посланник Аллаха салли запретил разговаривать как в намазе и запретил отвлекаться как в намазе, перебирать камушки. Что мы творим? Что мы делаем? Где ислам и где мы? Где сунна посланник Аллаха салли и где мы? Побойтесь Аллаха субханаху ата'аля. Не дайте шайтану возможности украть у вас последний шанс аджра. Ведь он уже зашел в каждый дом и в каждому душу и крадет у него его время. Его аибаду его аджир все он крадет у него. И мы как слепые не видим этого. Делаем гиба и отдаем свои хасанаты. Забираем не по праву и отдаем свои хасанаты. Это все обман шайтана. И мы ведемся на это. Да упасет нас Аллах от этого. Просите у Аллаха прощения о том прощающей милосердной. Бусьмиллах рахмана рахим хамду лиллах рабб лаламин ассалату ассаламу аля ашраф и ланбия и вал мурсалин набина мухаммад аля алихи и ва сахбих и аджмаин ва баад. Посланник Аллаха салаллаху алиху салам хадиси который передает Му'ад ибн джебаля ради Аллаху анх Посланник Аллаха салаллаху алихи и салам сказал что Всевышний Аллах сказал Ваджабат махаббати Он обязательно заслужит мою любовь Кто же они? Аллах субханаху ата'аля говорит Это те которые полюбили друг друга ради меня Это которые сидели собирались в круге в маджлисе ради меня Это которые навещали друг друга ради меня Те которые расходовали ради меня Аллах говорит Ваджабат махаббати Моя любовь стала ваджибом для них У вас заболел брат Взять два три яблока или апельсина и навестить его это аджир давайте вспомним последний раз когда мы кого-либо навещали когда мы кого-либо навещали да мы можем позвонить да мы можем написать но это не то само чувство навестить больного это для того чтобы его немножко взбодрить ведь из-за состояния хорошего здорового состояния больного он быстрее выздоравливает это сунна доказывает и медицина мы потеряли эту сунну если мы собираемся в маджилисах мы говорим мы надо встретиться у нас ужин какой ужин а просто мы о бизнесе поговорить хотим значит вы собрались только из-за бизнеса навести друг друга только из-за дел попросить что-либо есть люди которые звонят им только когда им что-то надо а когда им не надо они не вспоминают и вот эти взаимоотношения между людьми оно стало какой-то нормой недавно один брат которого давно не видел он мне отправляет голосовое сообщение и говорит я просто всего лишь хочу дать салам и все не больше просто поприветствовать я не хочу от тебя ни одно ни третье ни сяб клянусь Аллахом я этому сообщению радовался так как никогда никакому сообщению не радовался всего лишь он сказал всего лишь поприветствовать тебя потому что все сообщения которые ко мне приходят это какие-то дела вопросы и тому подобное от которых ты уже устал и услышать сообщение в котором просто тебя поприветствовали просто спросили как твое здоровье уже приятно ведь это делает наше общество здоровым благим добрым а не корыстным и поэтому Аллах субханаху побуждает нас к тому чтобы нас связывали связывала только любовь ради Аллаха даже если мы встретимся по бизнесу то пусть наше намерение будет изначально встретиться для того чтобы какое-то благое дело сделать построим мечеть построим школу дадим садака напечатаем Кур'ан поможем бедным это уже благое дело каждая твоя встреча выходит после него с результатом это милость Аллаха Аллах субханаху ата'аля предостерегает и говорит друзья в тот день Аллах говорит будут друг другу врагами друзья в тот день будут друг другу врагами кроме богобоязненных Аллах говорит только верующие только богобоязненные они останутся друзьями и в судный день когда каждый из них придет и будет говорить о Аллах я свидетель он молился со мной о Аллах он меня научил Кур'ан о Аллах он меня побудил к благому о Аллах он меня предостерег от запретного это дружба которая основывается здесь и не заканчивается даже в судный день это дружба ради Аллаха это братство ради Аллаха не пустые слова а реально ради Аллаха Аллах В тот день несправедливый человек, несправедливый к самому себе, в первую очередь. Он будет кусать свои локти и будет говорить, о, если бы я последовал за посланником, о, горе мне, о, если бы я с тем-то не дружил, о, если бы того-то я не взял себе в друзья. Ведь он меня отвлек и отвратил от поминания Аллаха после того, как оно пришло ко мне. Это его сожаление. Это его сожаление. И Аллах предупреждает и говорит, Поистине, шайтан является человеку предателем. Он является тем, кто его обманывает и предает. После этого назидания человек читает книгу Аллаха и сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. В априори он не сможет, чтобы его кругом друзей были паршивцы, лицемеры, предатели, грешники, мерзкие люди. Он не сможет с ними находиться. Ведь его душа будет отталкивать их и его от них. А если человек дружит с плохими людьми, пусть не обольщает себя, что он с ними, и он делает им насыху, и эта насыха продолжается уже десятилетия, то он такой же внутри, как и они. Потому что его тянет к ним. Тянет к их греховной сущности. И поэтому тот же принцип должен быть в выборе невесты, в выборе своей жены. Этот же принцип должен быть в выборе жениха. Этот же принцип в выборе друзей себе, с кем мы общаемся. праведность. Праведность, потому что праведность – это красота, которая имеет свойство всегда улучшаться. Человек, если по десятибальной шкале сегодня праведный на два балла, и ты, он тебе понравился, то завтра он встанет на пять баллов, и ты его будешь любить. Завтра, когда он поднимется на десять баллов, ты будешь рядом с ним просто наслаждаться своим нахождением рядом с ним. Вот она праведность. А корыстность или же желание встречи только ради мирского решения своих задач, вопрос, проблемы, выгоды и тому подобное, то оно разобьется в дребезги при любом испытании, при первом испытании. И поэтому те, которые полюбили друг друга ради Аллаха, дружат ради Аллаха, даже если они поссорятся из-за чего-то, из-за мирского, то они обратно объединятся. Ведь они объединились не на этом мирском, а объединились ради Аллаха. Они вновь померятся и вновь будут дружить. А те, которые объединились ради мирского, при первой мирской проблеме, их пути разойдутся. Вот она истинная дружба. Я прошу Аллаха, чтобы Он не сделал нас из тех, которые будут разочарованы в судный день. О том, что они выбрали когда-то себе друзей, которые сбили их от поминания Аллаха. Я прошу Аллаха, чтобы Он дал нам друзей праведных, умертвил и воскресил с ними. Ведь им будут завидовать пророки и посланники. Им будут завидовать пророки и посланники. Это нелегко. Но это должно быть основой. Я прошу Аллаха, субханаху ва-та'аля, просить нам наши грехи явные тайны. Просить у Аллаха прощения, ведь Он прощающий милосердие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...